Добрый вечер. Пока Россия праздновала длинные майские выходные, финансовый мир международный сотрясал ряд скандалов. Один из них это ситуация с, наверное, самым важным информационным ресурсом, который используют практически абсолютно все инвесткомпании. Это компания Bloomberg. Чтобы представлять из себя компания Bloomberg, собственно говоря, это бизнес по предоставлению финансовой информации. 30% всего финансового рынка по предоставлению финансовой информации занимает Bloomberg, кстати, так же, как и Reuters. Но Bloomberg в последние годы у Reuters очень серьезно потеснил, потому что еще до начала кризиса в 2007 году доля Reuters была в полтора раза выше, чем доля Bloomberg. 310 тысяч подписчиков на терминалы Bloomberg. Вот такие данные на мае 2010 года. Видно, что Bloomberg это частная компания. Владельцем 88% акций является Майкл Bloomberg, сейчас мэр Нью-Йорка и менеджментом, собственно говоря, занимаются сейчас в Bloomberg другие люди. Тем не менее, бизнес, судя по всему, идет успешно, потому что еще несколько лет назад, в 2008 году, Bloomberg выкупил большой пакет акций у со-инвестора на начальном этапе в этот бизнес компании Merrill Lynch. Что же касается основного бизнеса Bloomberg, это действительно предоставление финансовой информации, продажа услуг терминалов. Сколько стоит терминал Bloomberg? Ну, собственно, подписка на него стоит 1500 долларов в месяц. Для небольших пользователей цена может доходить до 1800 долларов. Если пользователь такой крупный, как Merrill Lynch или Goldman Sachs, здесь, конечно, возможны варианты. Но вот что касается этих вариантов, то как раз крупные клиенты Bloomberg сейчас обеспокоены. Дело все в том, что, имея 145 редакций по всему миру, Bloomberg имеет доступ к важной информации, которую используют клиенты. К личной информации клиентов, к переписке клиентов о том, хотя бы какие страницы клиенты открывают и какими функциями пользуются. Вся эта информация базируется на серверах Bloomberg. А терминалы Bloomberg стоят у таких влиятельных людей, как директора крупнейших инвестбанков и даже у таких людей, как глава Казначества США или глава Федрезерва Бен Бернанке. И вот какой скандал разразился в последнее время. Оказывается, журналисты Bloomberg также имели ограниченный доступ. Но насколько ограниченный? В общем, есть вопросы к той информации, которой, по сути дела, они доступ иметь не должны. Подробности в нашем сюжете. Журналистов Bloomberg поймали на шпионаже. Они использовали информационные терминалы, чтобы следить за банкирами Goldman Sachs. Оказывается, до недавнего времени у журналистов информационного агентства был ограниченный доступ к клиентской информации. Главный редактор Bloomberg Мэтью Уинклер признался, что эта практика существует столько же, сколько само информагентство. Теперь Уинклер извиняется и называет это непростительной ошибкой. Главный исполнительный директор Bloomberg Дэн Докторов отметил, что доступ к пользовательским данным у журналистов был очень ограниченный. Они не могли смотреть, какие статьи читает клиент, какие ценные бумаги он отслеживает и какие пишет сообщения. Но журналисты могли видеть, как часто клиент пользуется терминалом. Financial Times сообщает, что крупные клиенты Bloomberg, Goldman Sachs, JP Morgan и Федрезерв еще в 2011 году высказывали опасения насчет приватности. Но до недавней жалобы банка Goldman Sachs ничего не предпринималось. Возможно, на это и дальше не обращали бы особого внимания, если бы журналисты не злоупотребляли полученными сведениями. Банкиров Goldman Sachs вывел из себя звонок одного из репортеров Bloomberg. Задавая вопросы, журналист сам упоминал, когда сотрудники банка подключались к терминалу. JP Morgan также выразил опасения насчет приватности. Во время скандала вокруг лондонского кита, трейдера банка, который понес многомиллиардные убытки на рынке деривативов, репортеры Bloomberg следили, как часто он пользуется информационным терминалом, чтобы определить, не ушел ли он из банка. JP Morgan сообщили, что так журналисты следили за несколькими трейдерами. В общем, теперь мы знаем, кто этот самый большой брат на самом деле. Возвращаясь к ситуации на финансовых рынках, май месяц оказался пока нетипичным. Поговорка про дай в мае уходи. В общем, пока себя, по крайней мере, в первой декаде мае не оправдало. Мы видим индексы S&P, NASDAQ, Dow Jones и Nasdaq штурмуют новые максимумы, и многие эксперты уже ожидают, что Dow достигнет уровня 1700. На эту тему наш материал. Последние три месяца индекс Dow Jones, как и индекс S&P, постоянно устанавливал новые рекорды. Также NASDAQ устанавливает краткосрочные максимумы, хотя по ряду причин мы вряд ли увидим такие же высокие уровни, как в 2000 году. Инвесторы переводят деньги в США и с других стран. Они перекладываются из перекупленного долгового рынка в акции. Вряд ли американский рынок акций будет и дальше бить рекорды. Самое большое, на что сейчас можно надеяться, это что он сможет удержать текущие высокие уровни до конца года. В пятницу рынок опять установил свой рекорд очередной, который он уже устанавливал в последние пару недель, каждый примерно второй день. Конечно, нужно это посмотреть с операционной перспективой, потому что, с одной стороны, да, это S&P 500 и другие индексы, они, особенно Dow Jones, на самом высшем месте. С другой стороны, то, кто вложил деньги в 2000 году, после инфляции по-прежнему потерял где-то процентов 25. Поэтому этот рекорд весьма относительный. Просто вещи восстановились до той степени, которой они были наверху в 2000 году, а потом в 2007 году. Тем не менее, конечно, это приятно, если подумать, что S&P был всего лишь 660 в 2009 году, то за четыре года все практически, как бы, кредит прошел, и все про него стали потихоньку забывать. Но я не думаю, что никакой определенной тенденции в этом нет. Мы уже, я думаю, на этой программе много раз говорили по поводу того, что надо в мае все продать и про все забыть, но пока вот рынок, видимо, идет наверх. Я думаю, что, по крайней мере, я думаю, что все это скоро закончится, потому что квартальные отчеты были самые слабые за последние пару лет, несмотря на то, что компании превысили свои доходы, примерно 59 процентов, по обороту и по веню, это было только 52 процента, это очень слабо. И особенно то, что меня волнует, это то, что у них так называемый профит маржин, то есть профитабильность, сейчас самая высокая практически за всю историю. И профитабильность, наверное, упадет, потому что, когда экономика начинает подниматься и падает безработица, люди начинают искать лучшую работу, им нужно платить, нужно больше, и цены поднимаются, поэтому профитабильность на такой же степени не останется. И я не думаю, что при не сильно повышаемости обороны, компании смогут сколько заработать денег, сколько от них ожидает. Пять подряд рекордов, которые установил американский рынок акций в начале мая, дали повод многим американским трейдерам вспомнить про старый добрый уолл-стритовский афоризм, который по-английски звучит «Selling me and go away», который, наверное, можно на русский срифмовать, как «на дворе май, все продай и отдыхай». Поэтому многие трейдеры ожидают коррекцию, особенно учитывая, что рынок, во-первых, достаточно беспрерывно растет в этом году и с одна кризиса в первом квартале 2009 года уже поднялся более чем на 140%. Но мне кажется, я бы не продавал сейчас все, хотя есть, конечно, всегда такое искушение. Причины, по которым индекс продолжает расти, конечно, состояние экономики. Американская экономика продолжает расти уже пятый год, шестой год уже подряд, начиная с кризиса 2008 года. И поскольку уровни инфляции до сих пор очень низки, у правительства нет практически причин, по которым нужно ужесточать подход к экономике, то есть поднимать ставки на процентные ставки. Вторая причина – это рост рынка труда и практические заявки на безработицу продолжают падать уже пятый год подряд. Если уже говорить о том, каково настроение на рынке, хочется отметить следующий факт, что макроэкономические данные сегодняшние – это данные по розничным продажам, а именно за счет потребительской активности живет и развивается экономика США. Сейчас в очередной раз порадовали. Напомним, что на прошлой неделе порадовали данные по безработице. Так что в экономике США все не так уж плохо. Единственное, что может настораживать, это то, что все-таки ситуация с ценами, она не выглядит такой же безбрежной. Вспомнить, что Куя-1 как раз Федрезерв и предпринимал на фоне опасений снижения цен и образования такого явления в экономике США, как дефляция. Вот об этом мы поговорим уже после перерыва в следующей части нашей программы. А пока смотрите новости. Продолжение следует...